Друзья, всем привет! Догадайтесь, хорошо, с трех раз, что у меня в руках. А, и вы все сразу подумали, что это свечка, да? Нет, это не свечка. Думаем, 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 включаем голову, включаем, включаем. Это факел. Ну, представим, что это факел. В общем, досталась эстафета и мне. Эстафетная палочка в виде факела. Что я должна сегодня сделать? Я должна буду приготовить сегодня какое-то или блюдо, или выпечку из тыквы. И эту эстафетную палочку я получила от канала Дневник Мамы и Ю-Ти-Ви. Если кто-то еще не подписан на этот канал, пожалуйста, заходите к Ирине. Мне очень нравится смотреть ее видео. Мне очень нравится участвовать с ней в ее жизни. Ссылочку я оставлю в описании. У нее прекрасная доченька Ариша, год и 10 месяцев. Заходите к ней на канал, я думаю, что вы не пожалеете. Я уже несколько месяцев ее смотрю, мне очень нравится. Так что, Ирина, выполняю свое обещание. Палочку от тебя получила. Факел горит. И на протяжении всей моей выпечки этот факел будет гореть. И потом я его передам кому-то другому, трем каналам. В конце видео, пожалуйста, дождитесь до конца и посмотрите, кому эта эстафетная палочка достанется. Продолжаем. И сегодня я хочу приготовить такую выпечку, которая называется бискотти. Бискотти это итальянское печенье, что ли, выпечка. Ну, вы потом в процессе все увидите, что это такое. И в переводе оно означает «выпеченное дважды». И вот как раз сегодня я хочу этой выпечкой поделиться с вами. Итак, что нам нужно для этой выпечки? Для этой выпечки нам понадобится 4 столовые ложки мягкого масла. Соленого или не соленого, как вам больше нравится. 2 третьих стакана сахара. 1 и 1 четвертая... Простите, 3 четвертых чайной ложки корицы. 1 четвертая чайной ложки мускатного ореха. 1 четвертая чайной ложки имбиря. 1 и 1 вторая чайной ложки, это 1,5 чайной ложки разрыхлителя. Половина чайной ложки соли. 1 большое яйцо. 1 вторая стакана пюре из тыквы. Я уже купила магазинное. И 2 стакана муки. Все, какие ингредиенты мне нужны будут в выпечке, вы видите здесь у меня на столе. В описании я напишу, что вам для этого нужно. В чашку высыпаем сахар. Высыпаем все специи и соль. И также нам нужно сюда добавить масло размягченное. Разрыхлитель, все, что для этого нужно, да? В общем, сейчас я вам еще раз скажу. Мягкое масло, сахар, все специи, разрыхлитель, соль. И будем взбивать на такой средней скорости до того, пока не получится однородная масса. Теперь нам сюда нужно добавить яйцо и тыквенное пюре. И снова еще раз хорошо все взбить. Как кашу маслом не испортишь, так я думаю, выпечку не испортишь орехами. В общем, я решила еще добавить горсточку орехов и горсточку сушеной вишни. Перемешаю вместе с мукой и затем вымешаю все вот с вот этой такой красивой массой. Так, замесили мы тесто и теперь его нужно будет разделить на половину. Из каждой половины нам нужно будет сформировать такое как бы как бревнышко. И нужно будет, это ничего страшного, я потом вмешаю. И нужно будет разогреть духовку на 350 градусов по Фаренгейту или 175 градусов по Цельсию. Противень я застелила такой бумагой для выпечки. И сформировала вот такие как бы два бревнышка плоских для дальнейшей выпечки. И в разогретую духовку, повторяю еще раз, на 350 градусов по Фаренгейту, 175 градусов по Цельсию. Мы сейчас и отправим эти бревнышки выпекаться. Выпекать нужно 25 минут. Так, прошло 25 минут. Мы нашу выпечку достали из духовки и оставим 5 минут остывать. А тем временем нам нужно снизить температуру на 325 градусов по Цельсию или примерно 325 градусов по Фаренгейту или 160-170 градусов по Цельсию. Так, теперь нам эту выпечку нужно будет разрезать на брусочки. С помощью вот такого ножа с зубчиками, которые как для хлеба, разрезаем примерно на полоски по одному сантиметру. Ножик ставим вертикально на выпечку и просто вниз вот так придавливаем. Я разрезала. Теперь беру вот эти брусочки все, они еще горячеватые, и выставляю на срез вот сюда на листик. Выставлять уже можно близко друг к другу, они уже растрагиваться не будут, да, как бы увеличиваться в размере. Сейчас я выставлю и покажу дальше. Вот таким образом их нужно разрезать и разложить на противень и отправить в духовку еще раз, только теперь уже на 40-45 минут. В конце видео я вам скажу, сколько точно я их выпекала. В среднем 40-45 минут, зависит от духовки. А тем временем кто-то ворует мои крошки. Остатки сладкие, да, доча? Так, я выпекала 35 минут, где 35-40 минут. Я думаю, что этого достаточно. Видите, они зарумяне стали такие красиво золотисто-коричневые. Я думаю, что этого достаточно. Теперь они остынут, и я буду их вот эту часть, нижнюю, вот эту нижнюю часть обмакивать в шоколадную глазурь. Оставайтесь вместе со мной. Делаем шоколадную глазурь. Сахар 4 столовые ложки. Какао-порошок 2 чайные ложки. Молоко 1 столовая ложка. Масло сливочное или маргарин 50 грамм. Приготовление. Смешать сахар и какао, чтобы в глазури не было комочков. Добавить молоко и хорошенько перемешать. Поставить на плиту. Как только закипит, добавить масло. И не снимая с плиты, помешивать до растворения масла. Начнем с начала. Как только закипит, добавить масло. И не снимая с плиты, помешивать до его масла растворения. Горячей глазурью, пока не застыло, залить подготовленный корж. Приятного вам аппетита. Но заливать корж мы не будем, потому что у нас бискоты. Я просто буду туда обмакивать. И процесс приготовления глазури я не буду показывать. Но для меня это самая лучшая шоколадная глазурь. Я всегда делаю только по этому рецепту. Как обмакивать уже после приготовления глазури я вам покажу. Так, вот моя глазурь. Я ее поставила на очень-очень-очень маленький огонь. Чтобы она постоянно оставалась мягкой. Потому что эта глазурь быстро застывает. Теперь беру бискоты. И обмакиваю вот так нижнюю часть в глазурь. Пока я буду выкладывать вверх шоколадом. Смотрим еще раз. Обмакиваю. И вот так можно получше. И вот так красиво получается. Снова на блюдо. И пусть застывает. Ну что, друзья. Я думаю, с заданием я справилась. Вот такие у меня бискотики с тыквенным пюре получились. Ирина, выполнила я твое задание, которое ты мне передала палочку марафонскую. Свечка вот еще до сих пор горит. И сейчас самое время передать марафон следующим каналам. Я вот здесь написала несколько записок. Я специально написала их больше. И сейчас я буду вытягивать три записки, чтобы вам передать вот этот эстафетный огонь. И вы должны будете выполнить такое же задание. Что-то приготовить или испечь из тыквы. Не важно, в каком виде это тыква. Итак, начинаем. Перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. У всех сердца стучат. Кто-то вздохнет с облегчением. Кто-то скрещивает сейчас палочки, думая, хоть бы не мне. А кто-то, может быть, обрадуется. Итак, первая записка. Ольга Зыкова, принимай эстафетную палочку. Принимай тыквенную семечку и начинай творить. Так, перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. Вторая записочка. Авелина Лайф, счастливая мама. Принимай эстафетную палочку. Твори, ждем от тебя. И третья записочка у нас. Так, кто же это у нас? Четыре года разница. Принимай канал. Четыре года разница. Эстафетную палочку. Если вы уже делали это задание, то вы просто в комментариях можете оставить ссылку под моим видео. В комментариях оставьте ссылку, что вы это задание уже делали. Чтобы другие могли зайти на ваши каналы и посмотреть то, что вы делаете. Так что, вот что у меня получилось. Приходите на мой канал. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Заходите на те каналы, которым я передала эстафетную палочку. Это очень интересные каналы тоже. Ну, а вам я желаю приятного аппетита. Всего хорошего. И до новых встреч.